Здравствуйте! Сегодня вторник, а значит в цикле программ в центре внимания разговор с психологом. Задать волнующие вас вопросы вы можете по телефону 639 717. Отцы и дети. Такую тему мы обсуждаем сегодня с вами, дорогие телезрители, и врачом-психотерапевтом Владимиром Кузнецовым. Владимир, Добрый вечер! В преддверии Дня Победы в рамках сегодняшней темы хотелось бы поговорить прежде всего об отношении к пожилым людям. Вообще уважение к старшим это врожденное чувство в человеке? Я думаю нет, это воспитано культурой, тем самым тонким пластом, который существует. То есть это по сути то необходимое, что нужно для того, чтобы развивалась приемственность поколений, сохранялось наследие, но не врожденное. То есть в человеке изначально это не заложено, просто на самом деле проводился ряд исследований, в том числе и с историками. Например, племя Кубу, самое примитивное племя, когда они кочуют, они никогда не оставляют пожилых своих родственников, которые болеют или плохо себя чувствуют. Они всегда ждут, останавливаются, ждут, когда те выздоровеют, ну или ждут их смерти. Таким образом доказано, что это чувство не обусловлено какими-то культурологическими. Они также не оставляют и маленьких, и молодых. Это тоже означает врожденное чувство. Это способ выжить. А почему? Зачем нужны старики? Ведь это же балласт. Это балласт. С точки зрения какой? Балласт с точки зрения физиологии мы будем рассматривать. Как раз да, физиология. Конечно. Смотрите, ведь балласт, штука относительная, я почему-то так подчеркнул, да, любая правда, она частично. Ну, балласт, да, хорошо. Если мы говорим о силе, выносливости, о чем-то таком, да, а если мы добавим опыт, если мы будем говорить о способности видеть перспективу какой-либо ситуации, тогда это не столько баланс, сколько резерв. Ну, то есть в человеке все-таки это есть, да, заложено в каждом. Или если не воспитать человека, да, с теми или именными культурологическими основаниями, не будет уважать старших где-то подсознательно, где-то на инстинктивном уровне. Я думаю, что не будет. Это все-таки воспитание, это то, что заложено. Другой разговор, это заложено должно быть довольно глубоко, как и есть на сегодня, да, потому что это вопрос выживания любого общества. Если мы не уважаем старших, повторяю, нет преемственности, нет передачи опыта, нет передачи опыта, мы повторяем ошибки. Это как минимум глупо, то есть невыгодно для цивилизации в целом, поэтому, конечно, это воспитывается. Но действительно, уважение к старшим, почитание старших, это часть культуры, наверное, каждого народа, да, мы знаем, что на Кавказе люди не могут сесть, прежде чем не сядут старшие, они даже не могут окликнуть на улицу людей. Русские сказки, да, мы узнаем мотивы известные, когда герой награждается удачей взамен на то, что он помог старшим, помог пожилым. Но, тем не менее, в 20 веке в России происходит, ну, что называется, да, как называют искусственное изменение менталитета, мировоззрения людей. Каково на сегодня, как дела на сегодня обстоят у современных людей с уважением к старшим? — Здесь, смотрите, добавляется фактор, которого, может быть, не было раньше, да? На сегодняшний день товаром становится тело. Во многом это так. То есть, ни знание, ни качество жизни, настоящее, я сейчас имею в виду, качество жизни, а не внешнее. Товаром становится тело. Если мы говорим об этом, тогда получается, что старшиское тело — это какой-то дешевый товар-то. Выходит по этой идеологии. Так как эта идеология господствующая, то мы, в результате, получаем косметологию, все остальное, то есть, внешние признаки, дай бог, убрать, да? И, соответственно, и человек начинает бояться этого в себе. А если он боится в себе, он начинает вытеснять, он начинает избегать этого в окружающих, дабы не сталкиваться и не напоминать себе о том, что это для себя тоже будет. — То есть, для нас характерно не замечать пожилых людей и не придавать им большого значения? — Нет, не для всех. Я сейчас говорю о том, что эта тенденция дополнительная по сравнению, скажем, с полсотни лет назад. Сотни лет назад, да? То есть, вот этого не было. Или мы, скажем, берем вот тот же Кавказ, да? То есть, он более семейственен, он более в этом плане архаичен, поэтому сохраняется вот не столько внешне, сколько внутренняя связь, да? И вот смотрите, когда материальное, тело — это материальная вещь, да? Начинает выступать в роли ценности, и, естественно, в этой иерархии ценностей начинает отходить на более низкий, на задний план, да? Отходят какие-то моральные ценности. Это опыт, понимание, уважение, эмоции, ощущение с человеком, то, что ты можешь научиться. Соответственно, если это отходит на задний план, это не ценно. Раз это не ценно, я не буду этого не замечать, не к этому стремиться. А именно это есть у людей, кто имеет опыт. Ну и, может быть, на отношение к старшим людям в нашей стране повлиял еще квартирный вопрос, который вечно и остро стоит в России. И в связи с этим мне бы хотелось прочитать письмо одной нашей телезрительнице. У нас в семье довольно трудное положение. Купить квартиру нам не под силу, поэтому мы с моим мужем и двумя детьми живем в квартире моих пожилых родителей. Конечно, совместный быт нескольких поколений в таком ограниченном пространстве дается нам нелегко. Мы порой ссоримся, но я очень люблю своих родителей. Я рада, что они до сих пор живы, что они у меня есть. При этом я иногда ловлю себя на мимолетные мысли о том, что если бы они умерли, у нас была бы своя собственная отдельная квартира. Мы могли бы жить как полноценная семья. Я очень корю себя за эти мысли. На самом деле я не хочу этого, но они приходят сами по себе. А как бороться с ними, я не знаю. Такое откровение. Можно ли в данном случае что-то посоветовать и вообще каким-то образом проанализировать? Если взять сразу с конца начать, то, что мысли приходят, это нормально. Люди вообще-то устают. Они устают, они изматываются от того, что происходит. И ведь никто не сказал, что это легко вот так жить. Да, это трудно. Это действительно трудно. И то, что приходят мысли, я не вижу в этом вообще ненормального ничего. Смотрите, возьмем другой пример. Вообще из другого опера. Мать первые полгода, допустим, ребенка воспитывает, когда устает, вообще-то не испытывает. У нее нормально, что появляются мысли ребенка слезы душить. Это естественно для животного мира. Это естественно для нормального существа. Смотрите, еще раз говорю, подчеркиваю, мысль появляется. Мысль. То есть мысль нормальна. Другой разговор. Нормальная мать, она никогда этого не сделает. Естественно, мало ли что у нее в голове появилось. То есть у нее появляется, но она с этим ничего не делает. Появилась, появилась. Она живет другими мыслями. Это не главное. А когда начинается невроз? А когда возникает мысль, как это я могла так подумать? Значит, я плохая мать. Я начинаю бороться с мыслью. Вы смотрите, получается, вместо того, чтобы заниматься ребенком, я занимаюсь своей мыслью. Мы сейчас о малом говорим, да? А точно так же приходят пациенты, допустим, вот работали с парнишкой, которые говорили о том, что возникла мысль, что я могу зарезать своих родителей ножом. То есть она посещает его часто, если он уже пришел в психологию. Там дальше, смотрите, появилась мысль, как я мог об этом подумать? Теперь у меня сидит крыша, я действительно могу их порезать. Поэтому, чтобы их не порезать, я должен ножи от себя прятать. Он действительно, реально прячет от себя ножи. И несмотря на то, что я объясняю, ты понимаешь, это невозможно. Именно потому, что ты слишком щепетелен к этим мыслям, именно поэтому ты ничего не сделаешь. И ты можешь рисковать вполне. Я говорю, как рисковать? Понимаешь, это один раз всего будет, если это случится, да? То есть человек просто не доверяет. Для таких людей характерное недоверие к окружающим, такое базовое, глубокое, не специальное, да? И в результате он эту мысль пытается подавить. И проблема не в мысли. Для любого из нас нормально думать о разных вещах. Проблема в том, что он для себя ее не допускает, он боится с ней. Вот эта борьба с мыслью есть невроз. То есть нельзя бояться таких мыслей, пускай. Это естественная мысль. Но героиня боится, потому что она любит своих родителей. Ну, в какой-то стихии независимый. А в чем разница? Ты любишь своих родителей. Ну, не может она желать им дурного. Не может она желать им смерти. Почему? Она Господь Бог, что я что-то не очень понял сейчас? Ну, она не может хотеть. Почему? Мы же вольны выбирать, чего мы хотим. Ну, а почему она не может хотеть-то? Устала очень. В какой-то момент мысль подсказала. Что в этом страшного-то? Ну, то есть ничего страшного. Понимаете, одно дело, когда я последовательно хочу, да, я начинаю маньячить, планы вынашиваю. Это другой разговор совершенно. Возникла мысль на фоне усталости, родители утомили. В какой-то момент. Мы что, ангелы все, что ли, да? То есть это же естественная вещь. Ну, я когда понимаю это все, я не требую от себя чего-то такого сверхъестественного. Ну, возникла мысль. Ну, я из своих мыслей могу выбирать вообще, что осуществлять-то. То есть не культивировать, это можно не зацикливаться на ней, отпустить. Да, да. Причем, смотрите, ни в плюс, ни в минус. То есть бороться с ней, это как раз, вы правильно сказали, культивировать. Если я ее развиваю, я снова культивирую. А так возникло, ну, ладно, я все, приду, обед приготовлю. Ну, я утрирую, да? То есть не для того, чтобы мысль прошла. Точно так же вот здесь будут возникать и вопросы повседневно в быту. Да, родители могут напрягать одним, другим, третьим. Ну, это естественно. Вопрос, что ты развиваешь. Вот я не помню какого-то одного из индейских племен. Есть такая легенда интересная, да? Когда вот рассказывает индейец пожилой своему внуку. Ты знаешь, говорит, по нашему поверью, в душе каждого человека живут два волка. Белые и черные, они все время борются. Это противоборство сохраняется всю свою жизнь. И какой-то один волк может победить. Он говорит, скажи, дедушка, а как понять, какой волк победит? Или что происходит, как так происходит? Все очень просто. Победить тот волк, которого ты кормишь. Вот, поэтому мысль возникает. Пусть она возникает. Дальше. Она живет с родителями. Это естественно, что напряженная ситуация. Конечно, лучше на расстоянии. Ну, действительно, мы все это понимаем прекрасно, да? А как вообще себя правильно вести, чтобы не было психологического напряжения? Вообще возможно такое? Да, наверное, все равно будет. Потому что разные традиции, разное понимание мира, разное стремление к тому, что правда, что неправда. То есть три поколения, это уже не просто, да? Конечно, конечно. В каких-то ограниченных метрах это наверняка какое-то небольшое пространство. Две хозяйки, опять же. Начинается каждая хозяйка и хозяин. Ну, хозяин, ладно, мужикам проще в этом плане на самом деле, да? Две хозяйки, каждая считает, что она правильно поступает. Во всех вопросах. В воспитании, в готовке, в уборке, во всем. Неизбежны конфликты в таких ситуациях? Конфликты неизбежны. Вопрос не в том, что они возникают или нет. Вопрос, как их решают. То есть ищут правого или пытаются найти компромисс. Как правильно поступать? Когда несколько поколений и в одной квартире, в одном помещении возникают конфликты. Как правильно нужно действовать в таких случаях? Я думаю, вопрос менять с вопроса, кто виноват, подскажем, жестче, кто дурак, да? То есть, соответственно, кто прав, кто виноват, да? На вопрос, что делать? В каждой ситуации, да? То есть у меня возникает вопрос, кто прав, кто вообще сейчас вот… Ну, что делать-то понятно, разъезжаться, но… Нет, нет, смотрите, нет, я сейчас не об этом, даже не о такой глобальной вещи. В конкретной ситуации возникает вопрос, там, ты там разлила, там, борщ, я не знаю, там, сварила борщ, надо было рассольник, еще что-нибудь. А ты сказала мне вот… Ну, ребенок слушает громко музыку, бабушка спать хочет. Договариваться. Причем здесь на уступке идти обоим. Потому что не слушай, потому что бабушку надо уважать, да? Извините, ты сейчас учишь ребенка уважать бабушку и сразу же показываешь, что тебя-то мы не уважаем. Ну, по сути. Давай как-то договариваться. Уважение – это уважение, это навык. Взаимное. Ну, навык, иначе как, да? Как я буду уважать тебя, если ты не уважаешь меня? Ну, уже нелогично, да? Поэтому хорошо, вот сейчас бабушка спать хочет. Когда конкретно ты эту музыку можешь слушать так, чтобы ребенку было все-таки удобно? А дальше вот как раз и происходит то, что мы учим другого уважать границы соседа. Ну, мы надеемся, наша телезрительница последует вашим советам, эти мысли обязательно отпустят. Но возвращаясь вот к уважению к старшим, многих может возникнуть вопрос. А почему я вообще должен уважать человека просто за то, что он старше, что он находится в определенном возрасте? Ведь уважение нужно заслужить всем. Почему пожилым людям не нужно заслуживать уважение? Мы их должны уважать вот так, априори. А мы не должны. Можно не уважать. Кто заставляет? То есть это совершенно нормально? Это выгодно. Будем так рассуждать. Но правильно ли это? Это выгодно. Выгодно уважать? Конечно. Выгодно уважать пожилого человека? Конечно. Потому что, смотрите, ведь на самом деле, почему я не уважаю, да, по большому счету? Я считаю, что я умнее. Логично-то так. Я больше знаю. Ну, может быть, я просто не считаю нужным уважать человека. Я знаю о нем какие-то факты негативные. Ну, ты все знаешь. Ну, вот знаю какой-то факт. Я знаю какой-то факт. Хорошо. То есть я вот в этот факт уперся. Или я не знаю вообще о нем ничего. Почему я должен уважать? Почему я должен проявлять какие-то знаки, да, внимание? Хотя бы потому, что ты многого интересного не знаешь. Пока я не уважаю, я отрицаю эту реальность, да. Соответственно, я сразу лишаю себя возможности что-то узнать, что-то новое постичь. Если же я допускаю для себя то, что я там не знаю многого, мне будет интересно. Интерес вызовет уважение. Это обязательно. Соответственно, я как минимум получу какую-то информацию. Шанс у меня хотя бы появляется. В первом варианте шансов нет. Ты дурак, я Эдар Таньян. В общем-то, и все. Понятно. Но вообще, на самом деле, мы же все стареем и отстаем от жизни, да. Так или иначе, как бы не хотели, все-таки центр тяжести жизни сдвинуть на современность. Наверняка у каждого возникали такие ситуации, когда, допустим, пожилой человек уже не работает, да, в организации. Ну, приходит, рассказывает, на себя нацеливает внимание окружающих. Всем может быть не очень-то интересно, но они слушают, они улыбаются, они кивают. А сами думают, ну, скорее бы, ушел. Но проявляют уважение, поскольку человек пожилой. А вот как сделать так, чтобы в определенном возрасте не быть на месте этого человека, чтобы вовремя осознать, что да, многое проходит, многое останется позади, совсем не успеешь. Но занять какую-то вот эту определенную нишу в определенном возрасте, возможно ли это вообще? И как это сделать? Занять нишу, думаю, нет. Нишу можно только в гробу занять, там стабильно. Ну, подождите, мы еще... Ну, там стабильно. Мы пока, да, мы пока не дошли до этого. Вот. В принципе, я думаю, что единственный способ того, чтобы не стареть, вот я имею в виду сейчас головой, естественно, да? Ну, можно так сказать, да? Да, тело мы не разбираем, оно стареет по-любому. То это единственный способ – это учиться. Всегда, до смерти. Там, в принципе, это не важно чему. То есть, если я постоянно учусь, я тренирую свой мозг. Мало того, что я тренирую мозг запоминать, что-то осознавать, я тренирую мозг сомневаться в том, что я прав. Если я сомневаюсь в том, что я прав, в каждой ситуации навыком становится, да? Я начинаю прислушиваться к тому, что происходит. Если я прислушиваюсь к тому, что происходит, я увижу, что меня не очень люди не рады. Я спрошу, что вам интересно, может быть. То есть, не быть, собственно говоря, эгоистом? В результате будет так. А вообще, вот пожилые люди, они часто бывают эгоистичны? В том случае, когда начинают замокаться на себе, вместо, опять же, смотрите, да, вместо того, чтобы быть поддержкой, вот этой моральной информационной, помочь, да, окружающим. Ну, в принципе, это все для того живем, на мире, в этом земле. Для кого-то. Да, то есть, ты опыт имеешь. Да, сил нет, но у тебя опыт есть, то, чего у других-то нет. Так ты поделись. И делиться опытом, ты ведь как? Ты смотришь, что этим людям надо сейчас. Так вот, да, они приходят и делятся, и рассказывают, как было у меня. Они решили, в этом случае, то, что вы описали, они решили, что это всем надо. То есть, прежде всего, понять, что нужно. Конечно. Смотрите, а чем это отличается от семейной проблемы, когда моему сыну нужно закодироваться, только он об этом не знает. Ну, какая разница, да? Иди сюда, кодируйся, да? Ну, почему? Ну, человек выбор свой делает. Также в организации люди живут, они вот для чего-то тут работают, для чего-то собрались. В нормальном варианте я буду интересоваться, что им сейчас надо. Спрошу еще как-то. Варианты разные, да? И буду подстраиваться под то, что интересно. Может, у меня нет такого опыта, может, есть, и тогда я готов по ним поделиться. Отличеностная гибкость. Давайте сейчас поговорим о взаимоотношении поколений внутри семьи. Родителей детей, представителей разных поколений. Часто у детей с родителями возникает конфликт. Родители жалуются на детей, он неправильно, плохо учится, не так одевается, не так себя ведет. Ну, вообще, не с теми людьми встречается, не с теми девушками, не ту профессию выбирает. Получается, что мы рожаем детей, ставим их в какие-то определенные рамки, пытаемся сделать из них то, чего мы хотим видеть, или тем, кем бы мы хотели быть сами, действуем по такой схеме. Это так вообще? Да, к сожалению, часто так. Вы понимаете, к сожалению, родители хотят, не то, что хотят, не совсем точное слово. Родители готовы к тому, чтобы мы были, пусть даже и несчастны, но понятны. То есть, если стоит вопрос между каким-то непоняткой, какой-то свободой выбора, которая может куда-то привести, и при этом может быть счастливыми, и несчастливыми, зато предсказуемыми, выберется второе, к сожалению, в большинстве случаев. Ну, а рожают вообще для себя? Рожают, да потому что биология срабатывает, да? А там раскидывают. А дальше кто как. Кто как, то есть есть варианты? Конечно, конечно. Дальше от воспитания много что зависит. Но, к сожалению, допустим, вот я работал с... Еще когда в детском доме работал, был мальчик лет 14, ему с ним очень много чего сделали. Там детский дом, где вот не сирота, а дети... Социальные. Социальные, да, то есть семья вроде есть, но вот в данном случае одна мама, мама очень неблагополучная, как она нормальная, но неуспешная, как сегодня мы понимаем. То есть она уборщица, ей трудно выбраться выше, большая семья, ну, трудно действительно. Работаем с парнем, с парнем поработали, я понимаю, что мама-то его тянет невольно, она не со зла, она тянет его обратно потихонечку. И пришлось работать с мамой, я спрашиваю ее, ну, зачем, чего, она говорит, ну, конечно, надо, чтобы он поступал правильно. Я говорю, правильно это как? Ну, правильно это он должен верить в то, что верю я, потому что это правильно, и так далее продолжает. Я говорю, хорошо, вы хотите, чтобы сын ваш повторил вашу судьбу? Она говорит, нет, конечно. Я говорю, подождите, но если он будет ваши правила соблюдать, он повторит вашу судьбу. Только это заставило ее задуматься. Ну, тоже не только это, но это такой был критический момент, ключевой. А как воспитывать по-другому, если ты знаешь только то, что он сам прошел? Откуда мы уверены, что то, что мы сегодня человеку говорим, что он за счет этого выживет, что он будет счастлив, что это правда? Ну, конечно, не уверена. А как найти альтернативу? Вообще ничего не говорит? Нет, ну почему? Я буду искренне предлагать то, что я верю. Действительно так. Другого-то правды нет. Где я другое-то возьму? Но если я сомневаюсь, то есть я понимаю, что я не знаю будущего, значит, это мания величия. То есть если я понимаю, что я не знаю будущего, я буду достаточно гибок, открыт, хотя бы я позволю чему-то происходить, если уж все равно происходит. То есть родители должны предлагать свое мнение как вариант? Конечно. А часто ли действительно родители хотят видеть в своих детях себя и навязывают, ну действительно пытаются реализовать себя через детей? Часто. То есть они не себя хотят видеть, а человека, который исправит их ошибки. Да. То есть вот он-то, вот я теперь знаю, вот он-то все сделает. Стать тем, кем мне там, допустим, не удалось стать. Конечно. Но если он повторяет то, что делал родители, так естественно, он просто повторит то же самое. То есть они все равно не смогут предложить этот путь? Конечно. Если бы они знали, они бы сделали сами. Конечно. Этот же путь приводит к тем же результатам, другого ничего не будет. И результаты действительно, вот обращались ли к вам люди с такой проблемой, с такой судьбой, да, повторившие? Да, это очень часто на самом деле. Вот смотрите, допустим, вот есть такой феномен, как страх успеха. Вот с девочкой, вот с женщиной молодой работали, скажем, если быть точным, то вот так, да. Мы с ней работаем, и вот она описывает, что как только добивается, если ну да, там у нее планы свои, она вот жизнь свою выстраивает сама, по-честному все очень хорошо выстраивает. Как только добивается определенного уровня, она выпивает, она не алкоголичка совсем, она выпивает, наговаривает все, что думает тому, с кем выстраиваются отношения, а отношения выстраиваются, которые могут длинуть ее дальше. Естественно, все разрывается, начинает снова с нуля. И так много раз. Работаем, у нее мама всю жизнь проработала, не буду конкретизировать, на низкой социальной лестнице в области. И то, что девушка сейчас добилась уже, на тот период, когда мы с ней работали, это уже очень много. Если она пойдет дальше, это будет не просто много, это практически вот, это вообще настолько далеко от ее социума, это очень страшно. Для кого? Для ее мамы? Для девушки. Мама тут пока уже в стороне. Ну, там в том числе отношения с мамой роль играют, но не главное, да? Для девушки самый страх успеха, потому что, если ты сделаешь следующий шаг, ты действительно станешь успешной. А что с этим делать-то? Этому не учили. То есть это у нее идет с детства все-таки? Конечно, всегда все с детства. И что же делать тогда? Ей? Ну, первое, понять. А стоит ли вообще тогда идти к успеху, если, может, ей комфортнее? Ей комфортнее нет, ей некомфортно. Она сама ставит цель двигаться дальше. Первое, это осознать, почему так происходит. Да, то есть вот действительно возникает тревога, в ее случае эту тревогу она начинает запивать. Ну, естественно, она запивает, она все высказывает, и это разрушает зачатки успеха. Поэтому первое, это осознать, а дальше делать шаги. В этом случае мы с этим работали, чтобы с этой тревогой работать, чтобы не бояться. Хотя это на самом деле страшно для любого человека. Ну, а что же было делать ее маме, если так сложилось в ее жизни, что она занимает... Да мама-то не против уже была на тот период. В принципе-то, это уже внутренние ее дела. Ну, имеется в виду в детстве, как она неправильно поступила в воспитании своей дочери. Ну, так ведь здесь как, это жесткие рамки. Мама привыкла жить вот так, а не иначе. То есть мама точно знает, что плохо, что хорошо, что правильно, что неправильно. И все, и мама этого придерживается. А ребенок, он несет ответственность за своих родителей? Если они сами для себя родили, ради себя воспитывают, мини-свою копию, это, собственно говоря, тоже порождение какой-то эгоизма, если в глобальных каких-то масштабах, тогда дети что, они несут ответственность за своих родителей? Ответственность-то что такое? Тут надо уточнить бы тогда. Юридическую-то, понятно, нет. А какую ответственность? Моральную? Забота, моральную, в том числе, поддержка. Это выгодно это делать для себя. Будем даже так меркантильно рассуждать. Заботиться о родителе? Конечно. Почему? Ну, во-первых, ты много приобретешь для себя. Ты многому научишься, обломав себя, естественно. Ты многому научишься, ты сам обогатишься. Всегда выгодно отдавать. Это же мир так устроен. Но когда родители уже очень пожилые, отчасти ты обогатишься. Труднее отдавать. Труднее отдавать, больше научишься. А что же ты получишь? Что получишь? Да, заботись о старых. Вот этот вот навык, чтобы жить не для того, чтобы что-то достичь, а для того, чтобы быть рядом, находиться в процессе. Мало того, что ты этому научишься, а дети научатся твои. Это тоже выгодно. То есть это по-любому оправдывается. То есть забота о родителях – это какой-то шаг к выживанию, да? Конечно, конечно. Это давно известно. Людей? Да. Хорошо. То есть мы не столько обязаны, сколько для себя это делаем? Конечно. Когда мы обязаны, ну зачем? Глупо это. Но ведь есть люди, которые бросают родителей, сдают дом престарелым. Они же как-то выживают потом. Выживают? Ну, трудно судить людей. Мы не знаем всех фактов. Да, ведь действительно мы сейчас будем говорить, что это плохо, это хорошо. Но ведь чтобы судить о чем-то, надо же поменьше всю информацию иметь. Ее априори быть не может. Но если взять такую стандартную ситуацию, ну более-менее стандартную, то это все-таки невыгодно. Переходный возраст. Многие родители сталкиваются с этой проблемой у детей. Ребенок выходит из-под контроля, нужно что-то менять. Вообще стоит ли что-то менять? Стоит ли предпринимать в этих случаях какие-либо действия? Ну, смотрите, переходный возраст, то есть подростковый возраст. Это нормальный возраст, он должен быть. Там две тенденции отчетливые. Те же самые, что до трех лет, потом они повторяются в возрасте подростковом. Только человек уже говорит и действует. Да, ну там тоже говорит. Да, тут уже, как говорится, дури больше. Какие две тенденции? Первый, ребенок везде лезет, ну подросток. Он везде лезет, у него поисковое поведение. В том числе группы, еще что-то. Всякие вот эти его референтные, в отличие от семьи. И вторая тенденция, прямо противоположная. Он все отрицает. То есть там агрессия. Агрессия такая вот на семью в первую очередь. Как раз авторитеты опровергаются. То есть вот этот нигилизм, максимализм. Авторитет в дворе. Группа. Это нормально. Это естественные процессы, потому что только таким путем формируется детская личность. Прошу прощения, детская в три года. Взрослая личность. Если этих процессов нет, личность не будет сформирована. Это неадекватно. Посмотрите, вот если взять зоопсихологию. Мы далеко не ушли. В прайде, если львенок там или в стае волк, достаточно силен. Он начинает пробовать свои зубы. Он пытается на вожака что-то наехать, как-то добиться своего. И он или побеждает вожака, и он становится вожаком. Пожалуйста, если ты смог это сделать, нет проблем. Ты доказал, ты действительно можешь вести стаю лучше, чем тот. Или он уходит и создает свой прайд. Вот если вы говорите о семье львов. Здесь то же самое. Или ты выступаешь против родителей, так как это олицетворение социума, силы и всего остального. И проверяя свою силу, ты отстаиваешь свое пространство. То есть до этого периода. Ребенок, он не личность еще. Все-таки мы говорим об этом в психологии. В этом периоде он управляем, потому что ему надо давать команды наоборот. Он будет делать, как тебе надо. То есть он не свое мнение выражает, а противоположное мнение. Ему бороться надо просто. К сожалению, такое бывает до смерти у многих. А дальше у него появляется свое мнение. Свое может совпадать, не совпадать. Уже свобода выбора появляется. Ему-то нужно бороться. А с ним, родителям, нужно бороться? Ой, надо понимать этот процесс. Первое. То есть себя как минимум можно вспомнить. Что значит бороться? Смотрите, можно создать рамки. Это очень важная вещь. То есть рамки, которые я буду жестко выдерживать, за которые заступать нельзя. Закон, например, такие же рамки, еще что-либо. То есть семье какие-то свои рамки. Вот эти рамки святые, я буду их отстаивать. Зато внутри полная свобода. Для чего нужны рамки? Безопасность. Раз. Потом, когда ребенок чувствует, что с ним могут справиться, подросток. И если его обломали, его жестко подставили делать, то что нужно? Не каждый раз, а именно разумно. Это важно. Конечно, он тебя обидится. Конечно, ты враг и все остальное. Но за счет того, что с ним справились, есть люди, которые сильнее, чем он. То есть есть те, кто защитят его от внешнего мира. Это понижает тревогу. Если мы идем на поводу, то есть он чувствует себя не умом, это подсознательно. Ребенок чувствует себя сильнее. Соответственно, ему тревожно. То есть его не могут защитить от внешнего мира. Если мы идем на поводу, то есть все потакаем, это понятно. Или если мы срываемся, может быть, наказываем, но не системно, а потому что сорвались. Это тоже слабость. Он ничего не поймет. Он опять будет чувствовать тревогу. Потому что он управляет ситуацией. Ему как бы хочется управлять. Но это же страшно. Вот в чем-то женщина всю жизнь остается в этом плане. То есть она проверяет на прочность мужчину. Но вот очень же многие описывают, как он сказал, как он меня на место поставил. Не в плане жестокости, а еще просто жестко. Сказал, молодец. Это разумные женщины. Не очень разумные женщины это делают. Нарываются до бесконечности. Это очень похожая тенденция. Но это еще не самое страшное, когда переходный возраст и прочие проблемы. Нормально. Тяжело, но нормально. Бывают гораздо более сложные проблемы. Например, воспитывали, ничего плохого не учили. А вырос наркоман, преступник, ребенок. Почему так происходит? Ведь действительно дети вырастают не лучшими представителями нашего общества. Даже в хороших семьях. Ну, все равно, дитя-то семьи. Больше-то откуда, да? Но здесь я бы не стал на этом даже акцентироваться. Кто его виноват? А какая разница? Ну, какие-то, может быть, есть ошибки, которых нельзя повторить другим. Или это... Нет, ну, хорошо, допустим, воспитал наркомана, да, то есть алкоголик. Ну, не воспитывал, да, ведь ты наркомана и алкоголик. Ну, не понесуете, то есть невольно, не специально, не специально вырос. Я сейчас зачем гоняю это чувство вины? Это хоть кому-то поможет? Может быть, это поможет другим, да, воспитывающим детей. Как? Интересно. Повторить ошибки. То есть, если я чувствую себя виноватым, то это как-то повлияет на других? Экстрасенсорно, если не только. Почему? Мы посмотрим, скажем, вот там у Петрова Сидорова вырос наркоман, потому что он делал то-то, то-то. Я так не сделаю. То есть, хорошо, я воспитал наркомана, да, я понимаю, что я сделал не так, я что-то донесу до других? Возможно. Доноси, чего гонять тогда. То есть, если действительно есть что сказать. Ну, вот логично, да, так давай говорить. А чем мы занимаемся? Самопичеванием. Вместо того, чтобы что-то делать, то вот, наверное, я виноват. Да, виноват, и что? А возможно это проанализировать? Почему вообще вырастают такие люди? Так возможно, а только конкретному-то человеку, да, вот, который воспитал, смысл анализировать. Вот зачем? Ну, ему-то нет. Возможно, окружающим есть. А в психологии все и так известно. А почему? Почему вырастают люди? Зависимая личность, так называемая, да. То есть, человек в первую очередь избегает ответственности за свои действия, да. Ведь, по сути, смотрите, что такое наркомания, игровые автоматы, алкоголизм. Без разницы, да. То есть, я что-то принимаю, и это что-то меняет мое состояние. Кстати, не обязательно медикаменты. Повторяю, это вот игровые автоматы, да. Вот мне драйв дает. Я могу смотреть что-нибудь, типа, пусть говорят, как вставляют то, что они ругаются между собой. А чем отличаются? Ну, это не лучше, изо. Ну, отличаются. Ну, пусть будет. А в чем разница это принципиально? Тот, кто смотрит программы, допустим, да, не говорим про автоматы, они не зависят от своих родственников материально. Они могут работать. А, социально, поинтересно. Я имею в виду, конечно. Механизм тот же самый. Ну, может быть, да, но последствия немножко более нет. Согласен, согласен, да. Последствия абсолютно другие. Я в механизме. Он такой же. Вот. И главная идея та, что человек не готов совершать усилия, чтобы что-то сделать. Он потребляет готовый продукт. Ему легче, да? Легче, да. То есть что-то меняет мое состояние. Я к доктору пойду для того, чтобы поменять свое состояние. Дай таблетку, да. С доктором поговорил, легче стал. Опять доктора принял, да. Получается так вот смешно, но очень часто с этим сталкиваемся, да. То есть главная идея в том, что человек воспитывается так, что он не привык достигать. Он привык потреблять. Вот и все. Ну, какие-то есть методы воспитания, чтобы это сделать? Конечно, в семье это надо учить достигать. Опять же, давай делать вместе. Ничего на блюдечке с золотой календарью. Конечно, начать с нуля, да. Ребенок у тебя хочет помыть свой посудок. Ты мой. Так он расплещет. Ну и что, Господи, пусть он расплещет. А нужно им запрещать? Что? Детям. Вообще. Я хочу гулять. Ну, рамки есть. Ну, опять же, просто здравый смысл, да. Хорошо, хочу гулять во сколько? Когда? Сколько? Чего? То есть ты гуляй, да, но ты вот. Всегда вот вместе с нет, это очень сложно по себе знаю, да, вместе с нет нужно предложить, когда и как это можно. То есть я говорю, нет, хорошо, а когда это можно? Если этого не предлагаю, может, это мои страхи просто тогда. То есть предлагать варианты и, ну, ограничивать свободу какими-то рамками безопасности детей. Безопасности, здравого смысла, еще чего-то. То есть выбор действительно. А бывает опека чрезмерная или даже вредная для ребенка? Ну, конечно, всегда. Абсолютно всегда? Конечно, причем люди, вы знаете, как оправдывают это себя, да, что я вот его люблю, поэтому тут с любовью-то ничего общего нет. А с чем? Ну, смотрите, да, я боюсь, что ребенок попадет под машину, я его не буду в школу отпускать от одного там до пятого класса. Да. Ну, реально может попасть, я согласен. Ну, и после пятого. Да, кстати, и после пятого тоже. Я ведь не отпускаю, это вот для чего? Вот так, если честно-то разобраться, чтобы мне не было страшно. Это любовь? Это вообще-то эгоизм чистой воды. То есть мама заботится о себе. Не надо тут лицемерить, что ребенка-то любит. Нет, потому что любит, я не спорю. Но вот это не любовь, это лицемерие. Ну, как отпустить-то? Как себя перебороть? Так вот собой займись, ребенка мучить зачем, да? Смотрите, получается, мой страх, свою тревогу я закрываю за счет другого. Та же зависимость у меня, получается, какую я ребенку потом передаю. Начать-то с себя стоит. Владимир, спасибо большое за беседу. Я думаю, что стоит пожелать нашим родителям, чтобы они воспитывали детей так, чтобы те все-таки уважали старших, чтобы когда они видели дедушку или бабушку, которым нужно помочь перейти дорогу, которым нужно уступить в место, они все-таки представляли себе своих дедушек и бабушек, помогали и понимали, что не все можно вернуть и не всегда можно попросить прощения. Да, и дедушкам и бабушкам прикинули, чтобы уважать младших, иначе когда они научатся вас то уважать? Будем надеяться, что нас услышали сегодня. Дорогие телезрители, мы встретимся с вами ровно через неделю на телеканале ПС и Первом Сетевизоре. От лица программы в центре внимания я хочу поздравить всех ветеранов с наступающим днем Великобритании. Победы, душевной вам гармонии, здоровья и радостных событий. Спасибо, что вы есть у нас. До встречи!